Добрый день, дорогие друзья! Очень рад вас всех снова видеть у себя на канале. Пару недель назад мы с женой были в отпуске, и в этом отпуске в разговоре с одним из знакомых мы начали мериться, ну, не мериться, в смысле хвастаться, у кого какое есть хобби. Он занимается коллекционированием и постройкой модели железной дороги в каком-то масштабе, я, честно говоря, не помню в каком, но выглядит это очень красиво и интересно. Ну, а я, как вы знаете, работаю с кожей. Он мне показал свою железную дорогу, а я ему, соответственно, показал те вещи, которые у меня были с собой на тот момент. А на тот момент мы с собой брали вот это вот портмоне для документов, которые я сшил, и вот эту вот сумочку, которую я сшил для жены как раз перед самым началом отпуска. Этому знакомому, он сам немец, ему очень понравилась ручная работа, европейцы, и они вообще очень уважают и ценят все, что делается руками. Поэтому все работы, которые делаются руками, стоят довольно больших денег. Ему это понравилось, и посмотрев вот на это портмоне, он просто попросил меня сшить ему точно такое же. Я его начал спрашивать, может быть, что-то изменить? Нет, нет, нет. Он попросил мне сделать вот точно такое же портмоне, только у него было два условия. Одно из этих условий было такое, что ему нужно было, чтобы вот в этот кармашек входили немецкие документы на машину, вот этот паспорт транспортного средства. В Европе, во многих странах Европы, в России, я знаю, в Белоруссии, паспорт транспортного средства такая пластиковая карточка, которая чуть больше, чем кредитная карточка и меньше, чем паспорт. И вот этот кармашек как раз у меня сделан под нашу чешскую, чешский паспорт транспортного средства. Но, как оказалось, немецкий ПТС, это кусочек бумаги, который, когда сложишь, он получается точно такого же размера, как и нормальная пластиковая карточка. Поэтому в этом паттерне ничего не придется изменять. То есть, вот этот кармашек останется точно таким же. Ну и второе условие, это было то, что ему на лицевой стороне обязательно должно быть мой логотип. Ну, кто я такой, чтобы сопротивляться. Так как видео по изготовлению этого кошелька уже есть на канале, то, наверное, не было бы интересно снимать точно такое же видео, точно такое же изделие. Поэтому это видео будет не таким длинным, но оно интересное тем, что будет в самом конце. Я хочу просто этим видео показать, есть ли развитие меня как кожевеника за такое короткое время. То есть, я вот начинал с этого карт-холдера. Последнее изделие, которое я сделал недавно, это вот этот чехол для шорного ножа. Здесь не столько само изделие, а сколько это покраска кожи, урезы сделаны специальной краской. То есть, здесь мне были интересны вот такие химические какие-то вещи. Здесь технология, а здесь уже химия. И вот мне интересно, получится ли мое пятое изделие лучше, чем второе. Ну, если вам это тоже интересно, то добро пожаловать, давайте смотреть видео дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже делал DimaTorzok Отступ от края Там где будет прошиваться и проклеиваться Чтобы там не было токанула Надеюсь теперь клей будет лучше держаться И осталось сейчас обработать часть изделий Которое будет пришиваться Допустим вот этот кармашек Вот этот кармашек Их нужно обработать края Сделать урезы и подготовить их место, где они будут проклеиваться, прошкрабать. И поэтому сейчас этим и займусь. И так далее. 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 Вот для примера, как еще не обработаны. Разница, конечно, очевидна. Я спросил у заказчика, хочет ли он, чтобы я заработал края краской. Нет, он сказал, сделай как у себя. Ну, как у меня, значит, таканоло. Будем делать так оно выглядит. Еще раз для сравнение обработанный край и не обработанный. И так далее. Использую клей, использую клей Экостик 1816B. И так далее. И так далее. Все, нужно выждать 10 минут, потом можно клеить. Прошло 10 минут. Прошло 10 минут, и теперь можно соединять эти элементы между собой. Хорошо иметь всегда много иголок. Вот они помогают в таких ситуациях, когда они служат как направляющие. Управляющие для склейки. Все. Переголки больше не нужны. Можно их достать. И, к сожалению, валика у меня нету. Но есть молоток. Немножко это дело простучим. Все. Предварительно у меня элементы, которые по большие части, они склеены. И остается потом только приклеить вот эти два элемента на основную обложку. Вот как-то так это будет выглядеть. Вот такую конструкцию я придумал при помощи набора, который где-то я купил в Германии. Это были там какие-то палочки, досточки и так далее. Они целым набором шло. Там, не знаю, штук 100 этих палочек как бы отмороженного. И обычные канцелярские вот эти зажимы. Я знаю, что можно эти зажимы обшить кожей, как-то сделать так, чтобы они не приносили вред коже, которую ты зажимаешь. Пока у меня не было ни времени, ни желания этим заниматься, я подумал, что это будет более такой быстрый способ. И в принципе, я не знаю, мне кажется, что это будет рабочий способ. По крайней мере, я не вижу причины, почему бы это не работало. Может кому-то понравится, берите себе как лайфхак такой. По-другому, если я люблю говорить, почему бы это не так, как на самом деле, как два-типлята. Как гарантирует с практиками, выкручиваясь. Чистос, чистос. Чистос чистос, чистос. Продолжение следует... 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 Зрители, судить должен быть человек, который будет владеть этим портманом. Но, как по мне, разница все-таки есть. Разница ощущается между тем, что я делал раньше, и что получилось у меня сейчас. По крайней мере, я постарался не допускать тех ошибок, которые были мною допущены в прошлый раз. С обрезкой края, выбором нити, обработкой кожи, обработки краев. То есть, вот такие какие-то досадные, ну, скажем так, даже незнания. Это, скорее всего, было незнание. Я постарался их исправить. И вот что у меня получилось. Я не знаю, сейчас на видео будет ли это хорошо видно, разница, допустим, как обработаны края. Торцы уреза, да. Как сделаны швы. Здесь обработка урезов. Обработка внутренней стороны кожи. В принципе, это все тот же самый, то же самое портмоне. Но, мне кажется, все-таки есть сдвиг. И есть сдвиг в лучшую сторону. Я попробую потом подснять более маленькое или видео, или фотографиями каким-то образом. Какие-то такие вот нюансы. Как сделаны усиления вот это, вот это. Как сделаны углы. Как они сделаны здесь, как сделаны здесь. Как сделаны этот урез. И как сделан этот урез. То есть, все-таки видно. Ну, и я исполнил полностью техническое задание, считаю, моего заказчика. То есть, портмоне практически как это. Немножко другой цвет. Ну, какая была кожа, такую купил. И все остальные, внутренняя часть абсолютно такая же. Абсолютно одинаковые. Ну, и есть логотип. Все. Как по мне, это все исполнено. Ну, и в конце ролика я хотел бы напомнить, что в одном из своих предыдущих видео я говорил, что очень полезно для начинающих, да не только для начинающих, для продолжающих кожевников, наблюдать за другими коллегами по ремеслу. Развивать, ну, свою насмотренность и подмечать какие-то нюансы, изучать техники, лайфхаки, которыми они пользуются. Ну, вот об одном из таких своих коллег по цеху я и хотел бы рассказать. Это начинающий кожевник. Зовут его Виталий. Он продвигает свой бренд Monkey Craft. На своем канале на YouTube он рассказывает о своем пути к кожевинам, о кожевином ремесле. Делится советами, показывает свои изделия из натуральной кожи. Он начал развивать свою группу ВКонтакте. Виталий открыт для общения, искренне увлечен, видно, что искренне увлечен своим кожевинным ремеслом. И мне, как, надеюсь, и вам, если вы перейдете на его каналы, будет интересно наблюдать за процессом развития. За процессом развития его, как кожевинника. Ссылки на YouTube канал и группу ВКонтакте на Виталия я дам в описании к этому ролику. Ну, на этом все. Большое вам спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. До новых встреч на этом канале. Надеюсь, вы с удовольствием посмотрели это видео. И надеюсь, что следующее видео уже не за горами. Всего доброго. До свидания.